Ильмень озеро Вода и ветер обнажили на его обрывистых берегах выход Дивонского щита, геологический возраст которого исчисляется многими миллионами лет. Супруги Дементьевы, Константин Иванович и Маргарита Анатольевна давно занимаются исследованием ильминского глинта. Ильминский глинт представляет собой природное образование, интересное для всех профессий, для всех ученых буквально любых профилей. Им должны заинтересоваться и геологи, и палеонтологи, и географы, и биологи, и биохимики, поскольку это естественный выход наружу тех пород горных, которые были когда-то 300 миллионов лет назад вот в наших местах здесь. Не надо нигде копать, не нужно нигде искать. Этот выход прямо здесь. Поэтому каждый биолог может видеть, какие растения и животные были 300 миллионов или 400 миллионов лет назад в этих местах. Зоолог, палеонтолог, все люди этих профессий могут найти для себя нужное для изучения этого времени. Кроме того, очень важно изучение ильминского глинта для подтверждения теории эволюции живого мира. И здесь удобно тем, что каждый может буквально дотронуться до этих пород, до тех выходов, которые были 300 миллионов лет назад здесь. Это же чудо просто природы. Помимо того, что это очень красивое место, это единственный на северо-западе такой объект. И это чудо природы сейчас планомерно уничтожается дорожными строителями. Здесь они с малыми затратами добывают щебень. Но ведь эти берега объявлены заповедными. Что на это скажет начальник планового отдела Старорусского дорожного РСУ Афанасий Савельевич Прокофьев? Да, памятникам природам это запрещено добычу материалов вдоль берега озера Ильмин. А мы в отдаленности, мы здесь около села Бурига. Но и здесь у села Буриги тоже выход уникального Дивонского щита. Да и нужен ли дорожникам такой щебень? Сейчас мы пользуемся гравиной материалом и известковым материалом из карьеров, которые находятся в основном в районе озера Ильминь и обычно транспортируются на дальние расстояния. Материал не очень хороший, малой прочности, но очень дорогой, потому что приходится перевозить на большие расстояния. А разве нельзя на щебень использовать, как это, кстати, делалось раньше, вот такие валуны? Конечно, можно. Все же невозможно использовать. Видимо, только нужно для этого техника специально, которая могла бы переработать эту валуну. Почему нельзя использовать? Значит, если за дело взяться с умом, то и щебень будет, и уникальный памятник природы сохранится. Думается, новгородскому облсполкому нужно тут применить свою власть. Заповедник должен быть спасен. Спасибо. Продолжение следует...